Привет, с вами Арталаски. В этом видео я покажу, как сделать светящийся меч в Магика Воксель и правильно экспортировать его в Юнити, сохранив свечение. А прежде чем мы начнем, хочу сказать, что у меня появился свой магазин рандомных ключей, где вы можете выбить дорогую игру в разы дешевле. После того видео, в котором я рассказывал, как сделать свечение в Магике, у меня стали часто спрашивать, как это свечение перенести в Юнити. И на самом деле в этом есть небольшие заморочки, так что давайте сделаем это вместе и у вас все получится. Так, ну что ж, мы перешли в Магику, все лишнее отсюда удалили. И теперь мы возьмем Воксель обычный, переключим его в режим сферы и пока что в один Воксель сделаем вот несколько таких вот точек в высоту. А теперь в режиме сферы, где-то на 4 пикселя, давайте, наверное, даже на 3, сделаем вот такую штуку. А в принципе все, это нам уже больше не нужно, мы его через Shift и Face удалили. Поместим его чуть пониже, вот так. Теперь через Воксель можно уже переключить обратно на 1, вот так вот добавлю. И через Face, во включенном оттачи мы его вот так вот поднимаем. То есть мы практически уже сделали рукоятку. Можно, я думаю, даже еще побольше ее сделать. Так. Теперь сделаем Горду. Также через Воксель. Хотя давайте даже сделаем опять что-то вроде сферы. А там уже что-нибудь придумаем. Вот так. Здесь слегка опустим. А здесь наоборот прибавим. Так, немножко неровно получилось. И вообще-то большевато. В принципе, такого должно хватить. Но, думаю, здесь стоит добавить еще немножко объема. Потому что рукоятка сейчас выглядит как-то тонковато. Так, ну чтож, уже что-то. Мне немного не нравится, что рукоятка слишком уж тонкая. Давайте прибавим объема. Примерно вот таким вот образом. Я думаю, этого будет вполне достаточно. Так, переборчик. Вот. Теперь, в принципе, здесь, если что, зарешаем цветом. А так, в принципе, все окей. Так, теперь нам нужно добавить само лезвие. Лезвие, сам клинок даже, точнее. И так же его вытянем через фейс. Большевато как-то. Ну, вот, такого размера, в принципе, должно быть вполне достаточно. Сделаем здесь что-то вроде заточки. То есть покажем, что клинок у нас острый. Но немножко по-другому. Как-нибудь вот так. Да. Так намного лучше. А можем еще здесь немного попробовать чего-нибудь интересного. Пока у нас есть на это время. Ну, вот, в принципе, уже не такой скучный клинок получился. Так что, думаю, можно уже его, в принципе-то, и раскрашивать. Здесь у нас так не получится сейчас сделать. Хотя, кстати, было бы довольно симпатично. Да, думаю, вполне неплохо. Ну, а теперь у нас самое интересное. Давайте посмотрим, сколько у нас тут всего будет цветов. Значит, цвет клинка, горды. А вот это он на балдашниках хвостовика. И, собственно, самой рукояти. А значит, где-то 3-4 цвета нам должно быть достаточно для базы. Плюс 1-2, так сказать, для теней и бликов. Что же, начнем, пожалуй, с клинка. Сделаем ему просто такой вот светлый цвет. Немного с голубоватым оттенком. А хотя, вот как раз-таки клинок давайте сделаем светящимся. Поэтому его давайте сделаем таким вот синим. Не знаю, хочу что-то такое синее, вроде Фрост Морна из Варкрафта. Такой вот ледяной цвет. Так, как видите, у нас покрасилось все в один цвет, потому что мы, в принципе, делали все из одного цвета. Добавим сюда второй, и я вам советую для удобства сейчас делать через один. Потом поймете почему. Цвет можно взять, конечно, и желтый, что-то вроде золота. Но давайте не будем такими уж банальными. И возьмем пока что просто что-нибудь темнее по самого вот этого светящегося. Быстренько тут все покрасим. Так, ну что ж, мне уже интересно посмотреть, как это будет смотреться с свечением. Переходим пока что в рендер. Выбираем, собственно, вот этот цвет, и все как по тому уроку. Выбираем эмиссию, настраиваем. Что ж, в любом случае пусть пока остается так, чтобы не затягивать видео. А мы экспортируем в obj, создали отдельную папку и сохранили. Отлично. Здесь пока с этим закончили. Так, ну что ж, вот мы в Unity. Переношу эту папку в проект. Сейчас у меня, так сказать, дневник разработки зомбума, такой вот воксельный шутер, после выхода которого возобновится, собственно, работа над Бладластом. Это к тому, что меня слишком часто спрашивают, почему ты не делаешь Бладласт? Теперь вы все знаете. Все же, открываем папку SWORD. Переходим обратно в сцену. Здесь уже все не так красиво. Перетаскиваем наш здоровенный мельный меч. У меня же язык заплелся от такого размера. Так. В принципе, сейчас ни на что остальное обращать внимание пока не буду. А суть в чем? Вот мы перенесли сюда папку. У нас есть цвет, есть модель. Но модель, естественно, у нас без цвета. Нажимаем на эту модель. Смотрим, что у нас тут есть. У нас тут даже где-то создался материал. Но у меня здесь материал, скачанный с Unity, Asset Store. А вот Tune Colors Free. То есть он специально создан для таких мультяшных моделей. А если я переключу стандарт, то он будет выглядеть немного по-другому. Но мне пока что нужно именно Tune Colors, потому что все, что вы видите сейчас здесь, он как раз находится в таком вот шейдере. Знаете, что нас здесь интересует? Нас интересует перемещение его вот сюда. У нас как бы здесь появился цвет. Все круто. Но для тех, кто в курсе, что Magical не совсем корректно экспортирует модели, а точнее экспортирует вон их нормально, но сетка у этих моделей далеко не всегда самая лучшая. О том, как их как бы оптимизировать, чтобы они были более-менее нормальные, и уж точно они вот такие вот с кучей полигонов, разбитых на треугольнике, а я расскажу в следующих видео обязательно. Но не стой. А нам сейчас важно поставить, так сказать, эмиссию, чтобы этот мяч у нас светился. Но проблема в том, что вот эти вот мультяшные шейдеры, они, как на зло, не поддерживают эту самую миссию. То есть у них шейдеры и нет такого параметра. Поэтому сейчас покажу на примере стандартного шейдера. Возможно, я еще позже найду тот самый параметр в каком-нибудь из мультяшных, и создадим здесь новый материал. Вот так. А сразу перетащим материал на нашу модель. Поставим сюда вальбидо, ну, вы поняли, нашу текстуру. Так, настроим здесь параметр металлика. Вот, теперь, в принципе, он не будет таким вот белым. Но, как видите, как бы все равно есть такое вот ощущение градиента, перелива. Ну, здесь как бы на вкус и цвет. Кому-то нравится, кому-то нет. Нас интересует параметр эмиссии. Включаем его. И у нас, как бы, свет. Цвет света, которым будет светиться модель. А даже если мы поставим какой-нибудь вот такой цвет, она у нас будет светиться абсолютно вся. И это нам, естественно, не нужно. Для этого у нас здесь есть параметр color, который мы, кстати, можем использовать, вставив сюда карту. Но, она, естественно, это не особо поможет, потому что эту карту нужно сначала сделать. Для этого откроем ее в фотошопе. Я сказал, в фотошопе. Отлично. И мы видим здесь вот такую длинную текстуру. И видим разделение цвета. То есть, вот о чем я вам как раз и говорил. Вот этот цвет у нас ночью. Его, в принципе, вообще можно замазать. Нам тут не нужен. А, собственно, цвет прозрачности. И вот он у нас цвет свечения. Значит, все, что нам нужно, это вот этот самый цвет выделить и инвертировать выделение. Создаем новый слой. Заливаем все черным цветом. И, в принципе, все сливаем в один слой и сохраняем. Хотя это я сделал зря. Потому что мы сохранили на основную текстуру. А теперь сохраню заново. Теперь у нас здесь появилась вторая текстура. И вот как раз-таки ее мы сейчас сюда и подключим. Теперь, как видите, у нас пропало свечение с остальных объектов. Зато вот клинок остался светиться. Давайте перенесем все в префаб. Создадим новую сцену. Значит, уже в игре мы видим, что вся модель у нас как бы затемнена. Но у нас есть вот эти вот части, которые с эмиссией. Они как бы светятся и в темноте вот они очень сильно выделяются. Если мы этот параметр эмиссии отключим, то мы как бы вообще модель потеряем. То есть ее вот не видно, просто черный контур. А степень свечения этой эмиссии мы можем настраивать вот в этом вот окне. А можем ее как увеличивать, вплоть вообще до белого такого яркого цвета. Либо наоборот, практически до нуля сделать вот так вот еле видимый. То есть здесь уже как ваша фантазия позволит. Но чтобы здесь было освещение, нужно еще добавить эффект на камеру. А называется этот эффект Blue. А если у вас его нет, то скорее всего у вас не установлены стандартные асеты. И у вас тут нет вот такого вот компонента Image Effects. У меня выглядит немножко по-другому. Я его скачивал в соседсторе бесплатно. Вот. У меня как бы здесь есть необходимые эффекты. Ну, в стандартных асетах они тоже должны находиться. Настроим здесь параметр Threshold. И видим, как у нас появляется такое вот свечение. Давайте даже приблизим. А естественно, чем больше значение Threshold, то есть видим, что в стандартных асетах здесь кое-какое свечение есть, то тем ярче должен быть источник света. Давайте даже здесь сделаем эмиссию поярче и видим, как увеличивается сам Bloom. То есть эти два параметра можете настраивать. Bloom, точнее, можете настроить как бы один на всю сцену. Он у вас так и получится, так как он у вас висит на камере. А уже под него, под этот Threshold, подстраивайте значение эмиссии. И тогда, в принципе, вы уже сможете настроить все более-менее нормально. Вы можете настраивать эмиссию на сколько угодно цветов. Можно это вообще сделать даже в виде какого-нибудь рекламного плаката, экрана монитора, какого-то символа. То есть я просто показал сейчас это на примере Магика Воксель, но если вам интересно смотреть, как это работает на более продвинутых моделях, где побольше полигонов и деталей, то обязательно напишите об этом в комментариях. Ну а если это видео вам понравилось, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. С вами был Арталаски. Па-а-а! Субтитры сделал DimaTorzok